Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас первая передача в цикле программ, которые называются «Медицина в законе». Пару слов о себе. Я являюсь медицинским адвокатом и уже более 10 лет работаю в сфере медицинского права, представляя интересы как в государственных органах медицинских организаций, так и в судах, и в прокуратуре, и в следственных органах. Поэтому за то время, пока я работаю и осуществляю свою деятельность, у меня накопился огромный опыт, которым мне очень хотелось с вами поделиться и рассказать о том, как нужно вести основную деятельность и на что нужно обратить внимание в вашей деятельности, чтобы все-таки вы осуществляли то, чем вы любите заниматься, лечили пациентов, и в вашей жизни было поменьше проблем, связанных с тем, что приходится находить, давать объяснения уже в тех ситуациях, которые стали краеугольными и имеется конфликт с пациентами. Поэтому для того, чтобы этого не допустить, я предлагаю рассмотреть на нашей сегодняшней программе тему, которая называется «Документарное обеспечение деятельности медицинского учреждения». Скажу сразу, что когда я много лет назад пришла в медицину, и на тот момент я столкнулась с понятием, таким как врачебная тайна, я вообще не знала, что с ней делать, потому что мне казалось, мы не имеем возможности делать вообще ничего, что может делать обычно бизнес. Мы всегда должны находиться в рамках установленных, потому что не можем сообщить данных по пациенту ни в одной из организаций, которые не установлены на закон, что мы все время должны получить с него это разрешение. Однако со временем я поняла, что это в определенной степени не наша слабость, это наша сила, потому что эти ограничения, которые существуют в отношении врачебной тайны на сегодняшний день, это наша возможность для того, чтобы у нас было время построить адекватный, хороший диалог с пациентом, который является, в общем-то, основным человеком, да, основным таким спусковым крючком иногда для того, чтобы либо развивалась конфликтная ситуация, и медицинская организация начинала вместо того, чтобы просто оказывать медицинские услуги, работать, ну давайте скажем, да, напрямую на то, чтобы нанимать адвокатов и юристов, или вы сможете это решить, вопрос уже без привлечения каких-то третьих сторон. Поэтому основное это, конечно же, пациенты. Но обращаю внимание, что в любой ситуации, когда происходит уже по итогу наличия конфликта, разбор, так сказать, ситуации и разбор полетов, экспертиза, да, выяснение, что действительно произошло, в данном случае основными носителями сведений о том, как поступил врач, правильно ли он поступил, насколько адекватны были его действия, всегда является медицинская документация. Поэтому здесь невозможно отойти от нее, потому что она является основным носителем, который будет исследоваться многократно специалистами различных областей, будь то судебно-медицинскими экспертами, врачами, вашими коллегами, вашими начальниками, возможно, какими-то юристами и следственными органами, но это всегда в основном будут документы. Поэтому от того, насколько бережно вы относитесь к введению медицинской документации, насколько грамотно она оформлена, настолько будут судить и о том, были ли ваши шаги правильные, либо в них содержался дефект оказания медицинской помощи. Итак, начнем. У нас, безусловно, на сегодняшний день контроль за оказанием медицинской деятельности многократно возрастает. И, будем скрывать, многие из тех, наверное, кто сегодня слушает меня, проходили в июне через проверки, которые осуществлялись в рамках исполнения постановления Гориковой о проведении проверок в отношении организации, осуществляющих оказание услуг по пластической хирургии. Все вышли из этих проверок с разными потерями. Кто-то вышел просто с постановлением, в основании которого написано, что нужно изменить. Кто-то направляется в суд и будет выяснять там уже, правильно или неправильно были оказаны услуги по пластической хирургии. Но выход всегда один. Изначально, когда к нам пришли проверять, что они сделали, они запросили документы, которые подтверждают возможность оказания медицинской услуги, и они запросили карты, которые указывают, каким образом мы оказывали услуги пациентам. В частности, приходит Розравнадзор и говорит, а дайте-ка нам, пожалуйста, все положения и порядки, которые применяются в вашей организации. Проводится, безусловно, выборочная проверка карт по пациентам, проверяется о том, насколько грамотно и насколько полно выполняется положение о порядке внутреннего контроля, качества и безопасной медицинской деятельности. Просматриваются все информированные добровольные согласия, которые подписывались в ходе оказания услуг пациентам при этой выборочной проверке карт. И проверяется, насколько своевременно пациент уведомлялся о тех проблемах, которые могут возникнуть в ходе оказания медицинской помощи и насколько полно ему разъяснялась эта информация. И еще один вопрос – это вопрос согласия на обработку персональных данных. Наверное, это те документы, о которых мы сегодня обсудим, когда у нас происходит проверка, независимо от того, какие услуги оказывались, они были оказывались в рамках обязательного медицинского страхования или в рамках оказания платных медицинских услуг. В первую очередь проверяется то, что было ли оформлено информированное добровольное согласие и согласие на обработку персональных данных. Если до введения Федерального закона 323-го, у нас еще возникали определенные вопросы о том, каким образом должно оформляться информированное добровольное согласие. Иногда звучало мнение, что достаточно просто предупредить пациента. То на сегодняшний день у нас совершенно четко сказано в законе о том, что у нас информированное добровольное согласие является обязательным условием и оно оформляется в письменном виде. Поэтому, когда пациент приходит, пожалуйста, необходимо ему предоставить сначала это информированное добровольное согласие для того, чтобы врач даже вообще смог принять его на консультацию. И вопрос относительно согласия на обработку персональных данных, то это 152-й федеральный закон, который также указывает на необходимость подписания письменного согласия на то, чтобы осуществлялась обработка персональных данных. При оказании медицинских услуг проверяется, насколько своевременно заполняются эти документы. Следующий документ, который у нас был после прихода пациента, оформляется, это, конечно же, медицинская карта. То есть, еще раз, вначале пришел пациент, у нас, если это платные медицинские услуги, в первую очередь оформляется договор на оказание медицинских услуг и также оформляется согласие на обработку персональных данных и информированное добровольное согласие. Если это обязательно медицинское страхование, то договор не оформляется. Достаточно предъявления страхового свидетельства и паспорта, и в том числе оформления ИДС и согласия об обработке персональных данных. Итак, как только у нас пришел пациент на прием, в обязательном порядке начинает заполняться медицинская документация. В данном случае здесь, наверное, стоит отметить следующее. Естественно, у нас есть тенденция нашего времени, и если вы посмотрите, как пишу я, ну, наверное, я уже не сильно отличаюсь от врачей в этом смысле, потому что почерк стал совершенно жуткий. И, конечно же, я в основном печатаю на компьютере, и эта информация, она как бы более читабельная. Конечно же, в медицине у нас существует такое понятие, как и ведение электронного документа оборота до электронной карты. Однако на сегодняшний день существуют в том числе достаточно жесткие требования, которые предъявляются к электронному документу обороту. Поэтому, если мы говорим о том, что врач вносит информацию посредством введения текста на компьютере, и после этого он не распечатывает и не подписывает собственноручно этот документ, а он просто сохраняется в виде документа Word, то это, к сожалению, нельзя назвать правильным введением электронной медицинской амбулаторной или стационарной карты. Потому что обязательным условием является наличие квалифицированной подписи, которая защищает и указывает на то, какое лицо внесло эти записи. То есть, либо необходимо прикупать сертификаты, которые действуют в течение одного года для всех врачей, и устанавливать необходимое программное обеспечение, и при внесении каждой записи врач обязан подписать своей ЭЦП электронно-цифровой подписью тот документ, который он сформировал, либо он должен распечатать, и мы должны ввести нашу обычную карту, которая просто вместо того, чтобы писать от руки, да, она заполняется в электронном виде, но достоверность сведений и подтверждение факта подписания документа соответствующим специалистам у нас подтверждается наличием подписи в этом документе. Чтобы говорить о правилах оформления, наверное, здесь я скажу об общих данных, которые существуют, что, естественно, при первом появлении пациентов в клинике необходимо завести медицинскую карту, и если, например, больной обратился впервые, и заводится амбулаторная карта, которая оформляется по форме 025У, и в данном случае мы должны соблюдать приказ Минздрава России 834Н, где утверждены унифицированные формы медицинской документации. Естественно, если пациент обращается за видом какой-то специализированной помощи, то там могут быть предусмотрены свои формы ведения медицинских записей, например, при обращении пациента в специализированные медицинские организации по профилям онкология, фтизиатрия, психиатрия, психиатрия, наркология, дерматология, стоматология и ортодонтия и заполняются иные медицинские карты, которые также предусмотрены в этом приказе. Поэтому, будьте добры, соблюдайте форму заполнения этих документов. К сожалению, неудивительно это казалось, но до сих пор, на сегодняшний день, когда я участвую в судебных процессах, и мы рассматриваем случаи качественного или некачественного оказания медицинских услуг, почему-то это чаще всего встречается в стоматологии, врачи иногда позволяют себе вести медицинские документы чуть ли не в тетраде. И когда у нас буквально есть один из нашумевших процессов, нашумевших, конечно, может быть не в плане пиара, а в плане того, что он дошел до Верховного суда, и решение было направлено, отменено, и было возвращено на новое рассмотрение, то там основным положением, которое было, это то, что мы, когда пришли в суд, оказалось, что медицинская документация, она как такова и отсутствует. И эксперту были представлены записи врача, которую он делал в тетрадке, якобы во время приема пациента. Но, понимаете, в наше время это не серьезно, предоставлять записи в тетрадке. Нет, должна быть нормальная медицинская карта, которая соответствует форме, здесь ничего такого особо сложного нету, она закупается, формы карт закупаются, или они ведутся в электронном виде. Что такое наша документация? Документация это, если мы смотрим с точки зрения нахождения ее в организации, то это наша собственность. И, конечно же, давайте так, если мы вместо слова документация поставим слово кошелек, то, безусловно, мы никому не будем отдавать наш кошелек просто так, а мы отдадим только в том случае, если это предусмотрено законом. И в данном случае мы документацию точно так же, оригинал документов, можем предоставить только в случае, определенных законов Российской Федерации. Их не так много. Во-первых, оригинал должен предоставлен быть самому пациенту или его законному представителю для ознакомления, не для того, чтобы они их забрали. И не дай бог, как во времена, ну, я не знаю, моего детства, когда приходили в регистратуру, вам выдавали карту, и ты шел к врачу, и сидел с этой картой, держа ее в руках. Нет, мы должны не допускать возможности, чтобы эта карта была утеряна, потому что это наша ответственность, в первую очередь административная. И что мы делаем? Мы должны обеспечить ее хранение и предоставлять пациенту только для ознакомления. Далее, это возможно сделать, если рассматривается дело в суде, и либо ваша медицинская организация является стороной по делу, и тогда суд выдает вам запрос, на основании которого вы предоставляете оригинал медицинской карты, либо вы не являетесь участником этого процесса, но ваша медицинская организация когда-либо в цепочке событий оказала медицинскую услугу пациенту, который оспаривает качество оказанной медицинской услуги. У нас суд запрашивает этот оригинал медицинской карты, и мы его предоставляем. Но опять же, здесь должен быть, обратите внимание, процессуальный документ, запрос суда за подписью федерального судьи. Этот запрос у нас останется лежать в документах, потому что если придет к нам проверка, например, территориального фонда, и скажет, а где же ваша карта, мы говорим, пожалуйста, карта передана в суд для проведения судебно-медицинской экспертизы. Как только судебно-медицинская экспертиза закончится, нам ее вернут. Следующее. Вопросы, связанные со следствием. Знаете, это один из любимейших моих вопросов, наверное, потому что я здесь стояла в каком-то авангарде в определенный период времени, когда даже мои коллеги не всегда соглашались с тем, что если орган следствия предъявляет требование о выдаче оригинала медицинской карты, то мы обязаны ее неукоснительно в ту же секунду выдать. Здесь, наверное, на виною та некая неточность законодательства, которая существует. Потому что, с одной стороны, у нас есть закон о полиции, и в этом законе есть статья 13, в которой сказано, что знаватель в рамках своей деятельности имеет право обращаться в любые организации, получать сведения, документы, копии сведений. Все бы хорошо, если бы не одно «но». Помните, я в начале моего сегодняшнего рассказа сказала о том, что есть такое понятие, как врачебная тайна. И вот эта врачебная тайна в данном случае является тем, знаете, алмазиком, который лежит и не дает возможности нас собрать в кучу и приравнять ко всем остальным. наличие оговорки в статье, опять же, 13, в федеральном законе 323, где сказано о том, что врачебная тайна охраняется у нас законом. На сегодняшний день есть совершенно установившаяся судебная практика и решение Верховного суда, где было сказано о том, что в рамках запроса сведений, которые отнесены, относятся к врачебной тайне, они фактически приравниваются у нас к государственной тайне. Поэтому, так же, как банковские сведения, сведения о врачебной тайне, сведения о медицинских услугах, которые были оказаны пациенту, и его медицинская карта представляется ограниченному кругу лиц, и органу следствия оригинал выдается исключительно в том случае, если есть постановление суда о проведении выемки медицинской документации с указанием имени пациента, выемка, по которому проводится. Честно скажу, если взять лет 6-7 назад, когда я первый раз сказала следователю, который пришел для проведения выемки, сказала, знаете, вот я вам даю отказ, подписанный генеральным директором, и если вы с ним не согласны, вы можете пойти в суд и либо обжаловать, или можете какие-то действия сделать, но я считаю, что мы правы, потому что вы должны принести мне постановление о выемке. Тогда я еще не была, честно говоря, на 100% уверена, но сегодня есть точно практика, которая указывает на то, что с тех пор, и до сегодняшнего дня, действительно, для того, чтобы выдать оригинал медицинской карты, запомните, оригинал, необходимо получить постановление суда. Итак, следующее. Органам надзора. В каким случаях выдается эта карта? Ну, я скажу следующим образом. Во-первых, если мы говорим об обязательном медицинском страховании, то у нас есть регулирующие статьи в этом законе 326, в котором говорится, что в данном случае контролирующий орган имеет право получать сведения, содержащие врачебную тайну. Однако, в ходе проведения проверок, зачастую я говорю о том, что если у вас проверяется не 200 карт за один день, а у вас запрашиваются медицинские карты, и вы их должны куда-то передать, то я всегда рекомендую сделать заберенную копию и передать копию, и не передавать оригинал. В большинстве случаев контролирующие органы на это идут абсолютно нормально, так как для них самое важное это содержание медицинской карты, а не факт передачи оригинала медицинского документа. Что такое поступление пациента и его оформление? Безусловно, поступление пациента у нас бывает двух видов, плановое и экстренное. Если мы говорим о плановом, то для того, чтобы пациент поступил для получения медицинской помощи, необходимо заполнить этот строго определенный бланк. В данном случае направление на плановую госпитализацию выдается согласно форме 057У-04, который утвержден приказом Минздрав соцразвития России номер 255 о порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг. Как оформляется? Безусловно, там должно быть разборчиво и понятно написано. Полное номинование медицинского учреждения. Дальше вписывается номер страхового полиса ОМС. Далее указываются паспорты и данные пациента. Далее место работы и должность пациента. Код диагноза по МКБ. Основная причина, послужившая поводом госпитализации и другие необходимые данные. Направление подписывается заведующим отделением с указанием фамилии, имя и отчества и заверяется печатью учреждения. Теперь еще возможен какой вариант? Вариант, безусловно, это когда госпитализация осуществляется посредством вызова бригады скорой помощи и с последующим экстремнеотложным пациент у нас госпитализируется, по экстремнеотложным показаниям. И еще один случай, это когда пациент самостоятельно обращается с экстремными показаниями в специализированное медицинское учреждение. А в данном случае, наверное, я хотела бы сказать о том, как происходит распределение нагрузки между медицинскими учреждениями. Безусловно, если мы говорим о первом случае, когда все происходит на основании направления, которое выписывается на определенном бланке, то существуют определенные внутренние рекламенты, согласно которым вы знаете, каких пациентов, куда вы имеете право направлять. Если госпитализация происходит на основании скорой помощи, на сегодняшний день, если вы вызываете бюджетную, государственную ссору помощь, то в этом случае она госпитализирует в медицинские учреждения, согласно тому указанию, которое поступает от диспетчера, чтобы понимать, во-первых, от того, какое состояние у пациента, какая специализированная медицинская помощь ему нужна, и где имеется возможность оказать эту медицинскую помощь в связи с наличием мест. И второе, это когда вызываете частную медицинскую помощь, скорую помощь, они отвозят уже пациента, ну, чаще всего, в частные клиники, по тому, возможно, если пациент сам говорит, что я хочу, допустим, чтобы меня доставили, да, его направляют туда, но это уже, опять же, скорее всего, по согласованию идет с медицинским учреждением. И очень важно обратить внимание на то, что бывает, когда гражданин сам опросился, потому что это очень важно, когда говорят, знаете, а вот если у нас нет возможности его уличить, а вот он пришел и говорит, что ему плохо, что нам делать, как нам ему отказать, Вы знаете, никак, если есть экстренные показания для оказания медицинской помощи, то помощь должна быть оказана. В противном случае у нас имеется статья 124 в Уголовном кодексе, которая прям предусматривает ответственность за неоказание медицинской помощи. Поэтому в случае наличия экстренных показаний оказываем обязательно. Один из важнейших моментов, который после того, как у нас пациент поступил, это что является. Мы должны ему определить, как он будет у нас лечиться. А если раньше, вспоминая опять же свои детские воспоминания, да, вспомнил, когда мне аденоид выдавали, то, естественно, ты приходишь, ты не знаешь, что с тобой будут делать. Вот на сегодняшний день, да, это, конечно, я вспоминаю свои детские впечатления, но взрослые примерно так же к этому относятся, потому что всегда как-то боишься спросить у врача о том, а что же. То на сегодняшний день пациенты изменились, и они совершенно обоснованно задают вопросы. Неважно, какую услугу им оказывают, платную или бесплатную, они говорят, я хочу знать, что вы будете делать. И более того, они имеют право на это, потому что есть указание на необходимость наличия плана лечения при оказании медицинской помощи. Он содержится в приказе Минздрава России от 10 мая 2017 года номер 203Н об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи и действует в настоящее время как оценочный критерий качества оказания медицинской помощи. То есть, при поступлении пациента его должны осмотреть и определить план лечения. Причем, если услуга оказывается платна, неважно, это стационарная, амбулаторная помощь, это обязательное условие перед тем, как вообще мы начинаем разговаривать с пациентом о стоимости лечения в нашем медицинском учреждении. Потому что, если вы все помните, у нас есть в отношении платных медицинских услуг постановление 10.06. Оно совершенно четко определяет, что при обращении пациента за медицинской помощью оформляется договор и неотлимливой частью этого договора является смета. Так вот, эта смета и есть план лечения. И он должен быть согласован пациентом. А подтверждение согласия пациента на оказание этих медицинских услуг безусловно является подпись. При том, что если у нас платильщик не является сам пациент, а является его родственники, друзья, юридическое лицо, то есть у нас есть еще одно лицо заказчик, то и заказчик должен согласиться с этим планом лечения. А также на сегодняшний день, если у нас оказывается медицинская помощь в стационаре, даже если по ОМС, этот документ безусловно является очень важным и необходимым. что делать, когда пациент говорит, хорошо, я буду получать эти медицинские услуги, но вот это, допустим, колоноскопия, я делать не хочу. Вот не хочу и все. А мы смотрим и понимаем, что у нас есть стандарт оказания медицинской помощи. И в этом стандарте, эта колоноскопия написана как обязательное условие, что мы должны выполнить этот пункт. Что делать? Конечно же, здоровье человека это его богатство. Поэтому, как здесь поступить, принимает решение только сам пациент. Но наша задача грамотно оформить наши взаимоотношения. Потому что мы должны получить доказательства того, что мы ему предложили. Мы ему разъяснили все негативные последствия, которые могут возникнуть, если он откажется. Поэтому, что мы должны получить? Мы должны получить от него письменный отказ. Как у нас сказано в статье 20-й, при отказе от медицинского вмешательства это должно быть зафиксировано и подписано либо своим гражданином, если услуги оказываются несовершеннолетнему, то родителями или законными представителями им в доступной форме должно быть разъяснены возможные последствия отказа или прекращения медицинского вмешательства. Еще раз, этот отказ подписывается как самим пациентом или его представителем, а также его подписывает то лицо, в присутствии которого этот отказ был дан. И в случае, на отличие у нас какой-либо проверки или спора о том, почему, допустим, какое-то лечение не имело эффекта необходимого, или достаточно часто это бывает по стоматологии, к сожалению, когда у нас пациент приходит и потом говорит, вы знаете, вот у меня все так плохо, все болит, после того, как вы меня полечили, давайте-ка вы нам вернете сумму, которую мы заплатили, а еще после этого вы нас еще полечите бесплатно, либо заплатите еще куда-нибудь, чтобы мы пошли перелечились. И встает вопрос о том, что хорошо, замечательно, но вы ходили лечились у нас, потом в ответственный момент, когда мы должны были, допустим, зафиксировать ваше состояние или установить какие-то постоянные конструкции, вы исчезли на полгода, проходили полгода с временными конструкциями, а потом приходите к нам с жалобами на то, что почему-то у вас где-то что-то болит. Ну, поймите, вы должны себя обезопасить от такой ситуации. Поэтому еще очень важно, бывает, что пациент отказывается подписывать отказ. Такая тавтология, которая грозит, к сожалению, не литературными последствиями, а просто элементарно тому, что вас могут обвинить в том, что вы человеку не разъяснили. Что нужно сделать? Если пациент отказывается подписывать отказ, необходимо составить документ, это не прописано в законе, это уже уже, ну, есть практический опыт, акт об отказе подписания этого документа. И там фиксируется то, что пациенту было все разъяснено, но что он отказался. И этот акт должен быть подписан, ну, по-хорошему, не только самим врачом, который разъяснял, да, лечащий, допустим, врач, но и как минимум двумя свидетелями, которые могут быть его коллеги, медсестры, я не знаю, другие пациенты. То есть минимум два человека, которые должны подписать этот документ. Какая у нас существует в данном случае проблема, наверное, да. Где-то год назад мне позвонила моя коллега, и она занимается сопровождением организации в Новосибирске, и говорит, слушай, я не знаю, что делать, срочно посоветуй. У нас поступил ребеночек в реанимацию, и в тяжелом состоянии, а сейчас родители требуют, чтобы мы его выдали им, и они потому что считают, что мы здесь такие все злые, неизвестно, что с ним делаем, и они хотят его отвезти домой и там за ним сами ухаживать. Но, говорит, мы медики, мы понимаем, что в любом случае, если мы его сейчас отдадим, то ребенок умрет. И что делать нам? Потому что, во-первых, мы боимся за ребенка, во-вторых, мы понимаем, что мы стоим на границе с тем, что врачи могут быть в последующем обвинены в том, что они совершили действия, которые привели к смерти ребенка. И, вы знаете, это сложная ситуация, потому что в той ситуации, что мы сделали, мы написали сразу же в течение часа и отправили заявление в органы опеки по месту нахождения этого медицинского учреждения, в прокуратуру и в местное УВД подали заявление о том, что имеют место такие действия родители, которые нарушают интерес ребенка. Но, я честно скажу, что медицинское учреждение, пока вот ребеночек не стабилизировался и не возникла там возможности его перевести там еще в другую медицинскую организацию, то они жили, вы знаете, чуть ли не оборону держали, потому что у них родители постоянно там дежурили под дверьми и пытались все время этого ребенка забрать. На сегодняшний день у нас предусмотрен закон о том, что есть определенный порядок обращения в суд за защитой интересов лиц, которые мы считаем, что, допустим, родители или опекуны нарушают интересы самого пациента. Но, давайте так, я скажу честно, я считаю это абсолютно неработающая статья, потому что, к сожалению, на сегодняшний день я не видела ни одного решения, которое бы было вынесено в порядке вот этого кодекса и статьи, указанной в главе 31.1, и которые бы действительно помогли. К сожалению, на сегодняшний день пока что помогают вот такие вот экстренные жалобы в вмешательство прокуратуры, да, в данной ситуации органов опеки, и вот этот конфликт снимается только в этом случае. Почему? Потому что судебная система, знаете, это такая реакция достаточно долгая, да, она может быть сильной, но чтобы ее реализовать потребуется время, а, к сожалению, иногда у нас такого количества времени просто нету. И также здесь, наверное, мне стоит сказать о том, что существуют случаи, когда, конечно же, информированное добровольное согласие мы получить не можем. И мы обязаны даже оказать медицинскую услугу, несмотря на то, что у нас нету информированного добровольного согласия. Вы знаете, как один раз я общалась с такой интересным пациентом, он сам достаточно известный спортсмен, и у него была проблема, его прооперировали, нос, и была допущена, видимо, там, операция, в операции была расширена, недопустимо, был увеличен объемом операции, но пациенту это не сказали, он уехал домой, ночью у него началось кровотечение. И он рассказывает мне, значит, я после этого садись в машину, вызываю такси, приезжаю в больницу Водкина, значит, ко мне подходит женщина и какую-то бумажку сует, говорит, а у меня же, говорит, там вот прям кровь льется, говорит, ко мне там бумажка. И она мне начинает объяснять, что вы должны дать мне вот это согласие. Я говорю, слушай, подожди пару минут, я отключусь, знаете, несмотря на некую комическую ситуацию, он был абсолютно прав, потому что у нас что есть, что разрешается оказание медицинской услуги без ЭДС в том случае, если эта услуга оказывается по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека, и его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители. Далее, в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Следующее, в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами. Вот этот пункт я на сегодняшней нашей программе не буду особо останавливаться, но в будущем я, наверное, обязательно расскажу по своему отношению к этому пункту, потому что у нас на сегодняшний день существует, помимо того, казалось бы, красивого нашего закона, существует огромное количество коллизий. И вот это одна из коллизий, когда в одном законе сказано так, а в законе о показании психиатрической помощи населению, то у нас сказаны немножко иные основания, в связи с чем иногда в судах возникают определенные трудности при вынесении решений судами, которые не позволяют всегда оказать помощь людям, которые тяжело страдают тяжелыми психическими расстройствами. и так далее. В отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, в данном случае, чтобы понять, что это такое, у меня, допустим, есть сейчас в производстве как у адвоката дело, и один из обвиняемых, который там проходит, у нас находится на голодовке. Уже, наверное, дней более 30, и в какой-то момент ему стало плохо, его перевели в больницу, и здесь уже никто не спрашивает, хочет ли ему, чтобы ему оказывали медицинскую помощь, не хочет. Есть тяжелое состояние, и есть обязанность его увести этого состояния, ему оказывают медицинскую услугу. Далее. При проведении судебно-медицинской экспертизы или судебно-психиатрической экспертизы. Да, это обязательное условие, потому что, например, самое простое, это когда у нас, допустим, есть спорт, о том, как качественные или нет оказаны услуги, и мы говорим о том, что она оказана некачественно, пациент говорит об этом, и назначает судебно-медицинская экспертиза. В стоматологии, опять же, вернемся, это самый яркий пример. Здесь что у нас исследуется? Исследуется, естественно, медицинская документация, но нам нужно еще посмотреть, что у человека вообще стало во рту, и поэтому проводится осмотр пациента. И вот это то обязательное условие, когда пациент должен прийти, чтобы его осмотрели, потому что этот пациент, он является хотящим доказательством. Поэтому, независимо от того, хочет он, не хочет, чтобы его осматривали, выносится определение суда, назначение экспертизы, где указывает, что пациент должен обязательно явиться, и здесь не нужно получать информированное добровольное согласие. Если мы говорим про информированное добровольное согласие, мы проговорили, да, и в самом начале я еще сказала, что есть наша обязанность, чтобы все услуги, которые оказываются, они были оказаны в соответствии со стандартами. Условно, это замечательная статья, которая указана у нас в 323-м федеральном законе. В статье 37-й сказано, что медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основании стандартов медицинской помощи за исключением медицинской помощи оказываемой в рамках клинической апробации. О чем я должна сказать здесь обязательно? То, что у врача, если проверяется в последующем, как он оказывал медицинскую услугу, то в первую очередь смотрит, соблюдал ли он стандарты оказания медицинской помощи. Это как в мультике. Больше можно, меньше нельзя. То есть это тот минимум, который должен быть оказан. В рамках обязательного медицинского страхования он оказывается. Если мы говорим о платных услугах, иногда у нас в рамках оказания лечения онкологических больных говорят, вы знаете, мы можем использовать стандарты не только российские, но и американские, европейские и так далее. Замечательно, ребята, вы можете. Только обязательным условием является оказание услуг обязательно в соответствии с российскими, все остальные могут добавляться, и плюс еще получение информированного добровольного согласия от самого пациента, что он вообще этого хочет. После этого можно оказывать эти дополнительные услуги. Вся эта информация должна быть безусловно отражена у нас в медицинской документации. Еще один, наверное, интересный, интригующий вопрос это о том, вот я сказала, определенные документы, что у нас они должны быть, когда у нас приходят проверять организацию. У нас существует определенный стандарт, минимальный. А можно ли придумывать еще дополнительные документы? И вот ответ на этот вопрос да, а иногда это очень нужно. Потому что у меня есть опыт, я работаю с одной из клиник, которая оказывает медицинскую помощь неврологическим больным. И мы начали сейчас сталкиваться с определенными проблемами, когда человека необходимо зафиксировать. И в данном случае у нас, как у медиков, нет возможности, мы же не полиция, мы не можем ограничивать людей в свободе передвижения, но мы оказываем медицинскую помощь. И мы понимаем, что пациент иногда находится в таком состоянии, в общем-то, и приходит Таня к нам для того, чтобы лечиться из этих состояний выйти. Поэтому необходимо, если мы что-то делаем, что не совсем увязывается со стандартами оказания медицинской помощи, чтобы обезопасить своих врачей, медицинских сестер, необходимо разработать дополнительные документы. В частности, мы разрабатывали документ о мерах физического стеснения при оказании психиатрической помощи и правилах фиксации больных по медицинским показаний. Мы это писали, потому что боялись, что после того, как если остаются какие-то вопросы, связанные, почему у нас после стеснения и фиксации пациента остаются какие-то следы, что это не были какие-то следы неправомерных действий, что все делалось именно во спасении пациента. И тогда документ, который будет указывать на обоснованность применения мер фиксации, будет снимать ответственность с врачей и руководителей, почему так произошло. И вот обращаясь к нему, например, мы указывали, что фиксация больного является исключительной, вынужденной и крайней формой стеснения допускается только при наличии медицинских показаний и по распоряжению лечащего врача или заведующего отделением или заведующего стационара. Указывали те медицинские показания, которые являются необходимыми, необходимым условием, чтобы у нас возникла вот такая ситуация. То есть это если у пациента психомоторное возбуждение, состояние расстроенного сознания, тяжелые дисфории, агрессивное или аутоагрессивное поведение, депрессивное состояние. То есть в этих случаях пациенту разрешалось. И при этом указывалось также на то, что необходимо каждые 20 минут проверять, насколько эта фиксация не передавливает основные магистральные каналы и проводить особое наблюдение. То есть это вопрос связанный с безопасностью человека. Наверное, еще один момент, который я хотела бы сегодня вам рассказать, это то, что касается согласия персональных данных. В самом начале я его коснулась и сказала о том, что это является обязательным документом на основании 152-фз, это номер закона. И там, конечно же, есть, помимо обязанности нас, как медицинского учреждения, получить согласие пациента на обработку персональных данных, безусловно, у пациента есть возможность в любой момент потребовать прекращение обработки персональных данных со стороны организации, которую это согласие выдал, и мы должны будем его исполнить. В практике в своей я сталкивалась с такими запросами, когда приходит запрос и там указывается, что просим прекратить обработку персональных данных, уничтожить все носители, на которых эти данные были записаны. К сожалению, я не могу отреагировать, потому что сказать о том, что извините, не сошли ли вы с ума, как я могу все это уничтожить. Поэтому что мы делаем? Мы обращаемся к закону и находим то, что во-первых, у нас в 152-м ФСЗ о персональных данных сказано, что да, мы, как медицинская организация, являемся оператором этих персональных данных, и мы, конечно, обязаны соблюдать требования закона и выполнять также документы, которые, запросы, которые ограничивают нас в использовании этих данных. Но не в полном объеме иногда, потому что, если учесть требования законодательства, то есть часть 4, пункт 2, статья 10, где сказано в этом законе, что обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязана в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну. То есть мы немножечко, понимаете, нам дали приоритет, который говорит о том, что да, мы обязаны приостановить, поэтому мы, безусловно, вот на такой запрос отвечали о том, что да, мы приостанавливаем обработку персональных данных, но, к сожалению, так как мы подконтрольная организация и в любой момент к нам могут прийти и потребовать данные для проведения проверки, то мы не имеем права уничтожить носители и вообще полностью медицинские карты, которые есть в отношении пациента. Мы обязаны их хранить, а в соответствии с, у нас есть такое становление, абсолютно оно древнее, можно сказать, но оно до сих пор действует, от 1980 года, если я правильно помню, оно 10-30, где сказано, что мы должны хранить медицинскую документацию в течение 25 лет. И все, мы должны ее хранить, и здесь мы указываем то, что да, мы должны исполнить эту обязанность, мы не имеем права уничтожить ваши медицинские карты, но при этом мы действительно перестаем их каким-либо образом обрабатывать, и естественно ни в коем случае не должны туда приходить никакие рассылки, никакие предложения и так далее, чтобы пациент был спокойный, уверен, что действительно его персонально никуда не попадают. Наверное, я в данном случае подведу определенную черту в наше сегодняшнее обсуждение таком, что основное, чем грозит отсутствие документов или отказа пациента от их подписания. Но это проблема, опять же, проблема доказательства, потому что в любом случае, если у вас нету полного пакета документов, и в том числе у вас нету договора, у вас нету плана и так далее, то в первую очередь вы не получите возмещение денежных средств при оказании услуг по ОМС, потому что при проверке отсутствия надлежащей медицинской документации информационно-доброводной согласии является основанием для того, чтобы считать, что имеется дефект введения медицинской документации, в результате которых не будут выплачены денежные средства. А если это платные услуги, то отсутствие договора фактически влияет на то, что пациент скажет, а я, знаете, я не был предупрежден о том, что у вас вообще платные услуги, то, что я еще какую-то сумму должен заплатить. Поэтому у меня огромная просьба все-таки относиться бережно к тем документам, которые вы ведете. Очень рекомендую проводить периодически какие-то аудиты, потому что, как говорится, когда мы сами ведем, нам кажется, в нашем хозяйстве все хорошо, но я как человек сам достаточно трепетно относящийся к критике, я все-таки считаю, что это критика во благо, потому что иногда ты просто не замечаешь и делаешь что-то по наитию. И вот такие ситуации, когда ты приглашаешь человека извне, будь твоего коллегу, да, либо там как-то консолидированно в организации приходят проверяющие и помогают вам найти те пробелы, которые у вас есть. Они помогают выстраивать процессы и выстроенные процессы снижают количество допущенных ошибок на этапах на различных оказаниях медицинской помощи. Поэтому, что я могу сказать, безусловно, я всегда за то, чтобы у нас оформлялась медицинская документация в полном объеме, плюс к этому, вы, конечно же, если у вас накопились какие-то вопросы, то мы сейчас ненадолго прервемся и продолжим, и я отвечу на ваши вопросы уже, которые поступят. Спасибо. Продолжаем. Я очень рада, что пришли вопросы. Сейчас я их зачитаю и отвечу на них полностью. Первый. Здравствуйте, спасибо за доклад. Такой вопрос, на что нужно опираться при отсутствии стандарта оказания помощи. В данном случае у нас, согласно не по всем нозологиям, имеются стандарты оказания медицинской помощи. Как правило, я, наверное, отвечу здесь формулировкой, которую обычно дают судмедэксперты, когда анализируют медицинские документы. Они говорят, что им должны быть правила и стандарты утвержденные, а если нет, то мы опираемся, в общем-то, на клинические рекомендации, либо сложившиеся какие-то научные труды и так далее. К сожалению, да, не по всем на сегодняшний день есть стандарты и правила оказания медицинской помощи. Имеет ли право медицинская организация обязать врача оформлять электронную подпись за свои средства? Нет, не имеет права. Однозначно, здесь оформление медицинской организации надлежащим образом это в первую очередь административная ответственность самой организации и лица, который осуществляет ее руководство, а именно генеральный директор. Поэтому, в случае, если принимается решение о введении электронной карты как таковой, и мы приобретаем эти электронные подписи, они стоят, я сейчас на всякий случай не помню, что-то около трех тысяч, потому что я сама себе тоже оформляла для работы с судами тоже подпись нужна, поэтому необходимо приобрести за счет организации эту электронную цифровую подпись для всех врачей, которые участвуют в ходе оказания медицинской помощи. Каким образом, по какой форме составляется документ с указанием потребовавшихся дополнительных назначений, например, по зарубежным рекомендациям или российские стандарты, выполненные на недостаточные в конкретном случае. Так, значит, первый документ, мы это указываем в плане лечения, в общем, это обязательно, если вы оказываете услуги на платной основе, потому что это основание, чтобы вообще он пациент заклатил, и второе, это информированное добровольное согласие, где вы указываете, возможно, что вот, вы полагаете, что необходимо провести еще такие-то анализы получить, и все указываете негативные последствия, которые могут возникнуть, если пациент не получит эти исследования. Наверное, здесь очень важно пояснить, такой тонкий момент, когда есть минимальные требования, и их неисполнение причет административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность. Эта минимальная ответственность сводится к выполнению стандарта. А все, что более, если это связано с медицинскими вмешательствами, то мы должны получить информированное добровольное согласие на это медицинское вмешательство. Но мы не должны получать отказ в данном случае, если пациент не согласен. Ему просто достаточно сказать, что дополнительные исследования я проводить не хочу. Но если он отказывается от проведения каких-то стандартных медицинских услуг, которые входят в стандарт, то здесь нужно получить отказ. При поступлении пациентов с криминальной травмой приходится заполнять справку для полиции о характере повреждения, то есть указывать диагноз. Не вступает ли это в противоречии с законом о врачебной тайне? Нет, не вступает. Сейчас я на вскидку пытаюсь вспомнить. У нас в законе о полиции указано, что могут предоставляться сведения, и очень важно здесь разделять, что карта является вещественным доказательством, принадлежит организации и занимается на основании постановления следователя. А сведения о нахождении пациента в медицинском учреждении и его диагнозе, это сведения, которые могут быть предоставлены пациенту, и мы обязаны их предоставлять. У нас были разъяснения, если я правильно помню, Верховному Суда по этому вопросу, что предоставление сведений полиции или допустим, миграционной службы было определенный период, такие трения, когда миграционную службу запрашивают, а медицинская организация говорит, я не предоставлю. И вот в связи с рассмотрением этих дел было вынесено Верховным судом, он вмешался и сказал, что нет, предоставление сведений полиции, миграционной службы, еще кому-то, именно связанных с тем, что пациент находится в медицинском учреждении, получает ее и диагноз, это не требует выдачи постановления в виде решения суда, достаточно просто запроса. Себя, наверное, добавлю, не могу промолчать, единственное, что этот запрос должен не быть написан на коленке, он должен быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства, то есть, когда у нас обращается орган полиции, то значит, у нас что есть? У них, наверное, есть какое-то заявление, они просматривают материал дела, поэтому в этом запросе должен быть номер материалов дела, в соответствии с которым направляется запрос, четко написано лицо, в отношении которого они запрашивают эти сведения, то есть, он должен, этот запрос должен также содержать необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать как информацию о том, в отношении кого запрашивается это сведение, так и цель получения этих сведений. Скажите, пожалуйста, как поступить, если пациент в сознании адекватен, у него внутрибушное кровотечение, он отказывается от оперативного лечения. Ну, знаете, наверное, я здесь помню своего знакомого, который сказал, что это шутка, конечно, но если человек отказывается, к сожалению, мы не можем оказать ему медицинскую помощь. Если он в какой-то момент оказывается без сознания, его согласие нам получать не нужно. Так, спасибо за доклад. Имеет ли значение для проведения органов национальной клинической рекомендации, разрабатываемой институтами Российской Федерации? Да, имеют значение. Сегодня не столь большое, однако, я могу сказать, что на конференциях, в которых я сама участвую, и то, что я слышу от коллег, что на сегодняшний день клинические рекомендации набирают все больше и больше вес, и уже говорится в кулуарах о том, что, возможно, со временем мы будем опираться на эти клинические рекомендации равнозначно, и они будут иметь статус стандартов. Пациент на аппаратном дыхании, сознание угнетено, планируется программная санация брюшной полости неоднократно. нужно ли создавать каждый раз консилиум для оформления операции без согласия пациента, или достаточно сделать это один раз. Вы знаете, я думаю, что принципиально здесь принятие решения, исходя из состояния пациента. Если мы понимаем, что пациент за время оказания медицинской помощи, неоднократной санации брюшной полости, его состояние особо меняться не будет, то, я думаю, что не будет прямым нарушением оформления консилиума, а то, что необходим ряд медицинских вмешательств. Однако, если в какой-то момент пациенту станет хуже и нужно будет оказать какие-то еще медицинские услуги, то должен быть создан консилиум для того, чтобы оформить изменение стратегии ведения больного. Врач-совместитель, работодатель обязывает покупать спецодежду за свой счет. Впромочено ли это? Вы знаете, я считаю, что это неправильно, потому что у нас медицинская организация несет ответственность опять же за соответствие стандартов оказания медицинской помощи. И, наверное, в отношении одежды я сейчас не встречала в законах каких-то разъяснений, однако давайте проведем некую аналогию. То, что касается получения сертификатов и обучения врачей, у нас это было записано о том, что это обязанность медицинского учреждения направлять на своевременное обучение врачей для получения соответственно следующего сертификата. Поэтому я это могу трактовать приобретение спецодежды в аналогичном направлении. Нужно ли получать согласие на оперативное лечение каждый день у больного при его отказе от операции? Вопрос хороший. Я думаю, что здесь опять же нужно исходить из того, как меняется его состояние. Если есть существенные изменения состояния больного, то получать нужно. Если он стабилен, стабильно отказывается, то каждый день бегать к нему за этим отказом не нужно, по крайней мере, жизнь складывается так, а так как я сейчас непосредственные отношения работаю с экспертами и проводим судебно-медицинские экспертизы, исходя из наших российских реалий, вы хотя бы один отказ оформите нормально. Уже будет хорошо, уже будет с чем работать и как идти вас защищать. Медорганизация не представляет одежду, сами покупаем. Но это видео к тому вопросу, который был, я считаю, что это неправильно. На этом я на все вопросы ответила. Поэтому я думаю, что на сегодня все. Я с нетерпением буду суждать встречи снова с вами и постараюсь, чтобы следующая передача была интересна, познавательна, информативна. на сегодня до свидания и до новых встреч.